Ребята, всем привет! А бывает такое, вот запекаешь ты окороченок в духовке, ну поставил, как водится, на 45-50 минут достаешь, ну вроде бы пропеченный, смотрится красиво, да, на вид. Тарелочку положил, салатик, гарнир, начинаешь воскушать, бах, а внутри сырое. Е-мое, что делать, что делать? Опять допекать, еще минут 10, а то и 15. Облом, я считаю, что это облом. Ребят, я покажу сегодня вам способ, как я делаю, то, что курочка будет пропекаться 100%. Мы будем делать окорочка, 100% с первого раза, мы будем делать окорочка, но можно также и голени, тоже такой же способ, я вам покажу, можно также делать, и голени у вас будут всегда пропеченные. Так что сразу ставьте лайчонок, вот, чтобы у нас был пропеченный окороченок. Окорочка у меня петеленька, вот такие я взял петеленька, два окороченка, так, опанька. Выкладываю на досочку, так, ну, вот тут вот висят всякие, всякая требуха, всякие сосульки вот эти, да? Это надо отрезать, это нам не нужно. Оп, так, кожица пусть будет, этот чистенький, нет, тоже есть. Бывает, знаете, еще такой жирок тоже на нем, жирок болтается, тоже его отрезаем. Так, ну, вот, в общем, окорочка, вот так вот они выглядят. Конечно, надо ополоснуть. Естественно, ополоснуть. Нашпигуем чесночком. У меня, у меня получается три зубчика чеснока. Можно еще помельче. Сильно мелко не надо, но и сильно крупно тоже. Так, чтоб чувствовался. Так. Ну, вот так вот будет нормально. Вот так вот нормально. Так, теперь курочку нашу, дурочку, достаем. И наливаем подсолнечного маслица. Кстати, ребят, предварительно у меня курица полежала, ну, минут сорок где-то она лежала. Просто вот, ну, я вытащил из холодильника, чтобы, короче, комнатой температуры она была. Чтобы лучше пропеклась. Это вот первая фишка. Некоторые из холодильника достают, солят, перчат и в духовку. Нет. Она должна полежать. Должна быть комнатой температуры. А еще я включу на 205 градусов духовку. И пусть она нагревается. О, нормально. Так. Противень смазали. Противень смазали. Теперь смотрите, в чем фишка, ребят. Это самое главное. Вот. Это самый главный лайфхак, так сказать. Мы берем нож и делаем надрезики. Как помните, карася рецепт мы делали. Там примерно такие же были. Ну, вот так вот. Четыре надрезика. Четыре надрезика. Вот. Вот. Ну, и теперь выкладываем противень смазанным маслом. Выйти надрезики. Чесночку. Вот так вот сверху просто я посыпаю чесночком. Вот. Вот так вот берешь. Опа. Чесночок. Ну, и, конечно, соль. Конечно, соль. Соль. Так. Перчик. И добавлю копченые паприки. Копченая паприка очень классно сочетается с курицей, с рыбой. Просто обалденно. Вот. И с обратной стороны тоже самое. Тоже соль, перец, паприку. И закрываем все это дело фольгой. Обратите внимание, у меня противень стеклянный. Это как бы считается непригораемой. Действительно, мне запекать в стеклянном противне нравится больше, чем на железном. Но единственное то, что стеклянный, он очень быстро в газовой духовке. Вот так вот пачкается, да, сейчас я открою. Вот, становится вот таким вот каким-то вот. Ну, и ничего на вкус не влияет. То есть теряет свой изначальный вид прозрачного чистого стекла и становится затонированным стеклом. Так, вот так вот плотненько закрываем. Вот, духовка нагрелась. Устанавливаем. Ну, и устанавливаем таймер на 50 минут. 205 градусов, 50 минут. Кстати, у кого нет такой штучки, ребят, рекомендую приобрести. Вот, очень классно. У меня в плите такая встроенная была когда-то. Ну, сломалась ручка. Я вот приобрел 60 рублей. Она стоит этот таймер. Ой, 60, 160. 160 рублей стоит вот такой таймер. Очень помогает, очень выручает. Порой, знаешь, вот на 50 минут поставил, что-то бах, отвлюкся. И бывает, что забываешь вообще. А оно тебе бряк, хренак, дзынь-дзынь, выключаете. Так что, ребята, имейте в виду. Ну что, время идет, часики тикают. Прошло 25 минут. И хочу сделать гарнир, ребята. На гарнир буду подавать вот такую вот пасту. Вот, круглые макарончики. Вот, ну, одной пачечки хватит. Покупал я ее в Ашане. Вот, почем не помню. Но помню, что правильно. По акции. Так, ой, что я делаю-то? Ё-моё, совсем я уже тут с вами. Надо сначала, чтобы вода закипела. Вот. Бешеный огонь нам не нужен. Вода, кстати, подсоленная. Я ее еще подсолил. Вот такую вот водичку. И погружение. Полное погружение. Написано 18-20 минут. Один пакетик, мне кажется. Подожду 19. Ну, а еще мы сделаем салатик, конечно. Должен быть к мясу гарнир. И обязательно должен быть салатик. Вот такой у меня красивый помидор. Вот такой у меня красивый огурец. Это на даче у нас растут. И редисочка, акционка покупная. Покупная. Дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари. Ну, ладно. Без редиски обойдемся. Что-то я такой как-то... Может, это не ничего страшного? Чернота какая-то. Может, и ничего страшного, но... Ладно, не буду я лучше ее. Вот, ребят. Ладно. Будет салат огурец и помидор. Классический набор. Так. Вот это мне нужно. Вот это вот так вот я вырезаю. Помидор я люблю резать вот так вот. Оп. Вот. Ну, ничего особенного не буду добавлять больше. А у меня ничего и нету. Соль. Солушку. Солушку. И имеется у меня вот такая вот замечательная приправа. Она называется травы для салатов. Ну, там всякие там зеленушки, петрушки, зеленушки. Ой, е-мое, куда я столько? Ну, ладно, че. Нормально. Чем больше зелени, тем лучше мужское здоровье. Ну, и любимый, как долго я тебя ждала. Майонезиком, а? Как в ресторане Тора Гриль. Ролик, кто смотрел, ребята, сразу лайчоночка. В ресторане Тора Гриль я заказывал салат с майонезом. Йо-мое. Это и чисто я вам показываю ресторанный рецепт, понимаете, ребят? Вот так вот замешать его. Помешать, замешать. Во. Видите, какой красивый салат получается. Ну, какой повар, такой салат. Нормально. Пусть настаивается. Чуток маленько. Ну, все, прошло 17 минут. Я смотрю, паста наша. Так, она прям сбухла. Что я взял? Зачем я взял прихватку? Чтобы потом кастрюлю под водичку поставить. Так. О-о-о. Пусть шай стечет. Так. Выливаем воду. Бульон нам не нужен после этой пасты. Оболоснем. Вот. Теперь. Аккуратненько, чтобы не просыпалось. И обратно в кастрюльку. Да е-мое-то. Вот оно. Видите, как выглядит. Прикольная, да? Паста, ну, как макароны, да? О-о. Так, ребята, смотрите, теперь мы что делаем? Стеклянная доска. Стеклянная доска. Некоторые, кстати, на стеклянной доске режут грибочки там всякие. Стеклянная доска это, чтобы горячее поставить. Так, ребята, и все мы теперь делаем. Смотрите, как у нас получилось. Кура. Кура, 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 Кура. Ну, вы поняли, то, что за счет вот этих разрезов она лучше пропекается. Так, ну, ребята, она на вид-то не казистая же, да? Надо сделать казистую. включаем. Включаем вместо нижней нижней комфорки мы включаем верхнюю, закрываем. Так, и, и опять, и опять в холодильник залезаем. Вместо нижней мы верхнюю включаем, достаем майонезик. И вот так вот, без фанатизма, без фанатизма, и ложечкой промазывается. Надо же, чтобы красивая была кура, да? Курочка. Пусть даже вы делаете для себя, но все равно для себя надо красиво делать. Надо, чтобы все было у вас, ребята, красиво. видите, она и вниз туда. Ну, она уже мясо с косьми отваливается. То есть, она уже готова. Можно, по сути, есть и так. Кушать можно ее и так. Но нам надо красивенько. Так, все. По структурному, по структурно, по структурно смазали. И тут уже определенного времени нет. Тут просто смотрим по цвету. Вот. Как будет подпечененькое. Выключаем духовку. Я всегда 10 минут даю отдохнуть и подаю на стол. Ну что, ребята, что получается у нас на выходе из духовки? А на выходе у нас получается идеально пропеченная курочка, паста, салатик, лепешечка. Кстати, обзор на вот эту узбекскую лепешку есть на канале про еду. Ссылочка на нее, напомню, в описании к этому видео. Вот, ребята, ну красиво же, а? Красиво, очень красиво. Я считаю, что очень красиво. Ну, давайте скорее пробовать. Хорош крутить, е-мое. Так, курочку будем устанавливать на вот такой кепчет, кепчет Махеев. Мне он очень нравится. Так, стой здесь. Стой, сказал. Тархунчик. Ну что, обед. Обед без первого. Случается такое, то, что у меня обеды без первого. Обычно я всегда с первого. Всем, кто кушает, ребята, желаю приятного аппетита. Так, ну, первого главного курочку. Блин, мясо само просто заберет и отваливается. Вот такая пропечененькая курочка хрустящая, все как надо. Ну, просто идеально. Угу. 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 А салатик с приправкой. А вот эту пасту. Ну, жизнь удалась. Давайте, ребята, за все хорошее. Ой, хорошо. Да. Знаете, как в той песне я буду руки с... Он, не, он пел. Я буду губы твои целовать, а мне хоть спеть. Я буду руки свои целовать. Зато, что они умеют готовить такую вкусноту. Все, ребята, методом проб и ошибок. Тоже иной раз окороченок ставишь, блин, непропеченный пульс. Да что ж такое-то? А у меня духовка еще абы как работает. Ставишь 205 градусов, а не факт, что там 205 дует. Вот, может же поменьше даже. А вот так вот надрезики сделаешь и все нормально. Ребята, подписывайтесь на канал, устанавливайте лайчонка, заходите на стримчонка. Ну, а если кто-то хочет поддержать курочку, тархун, салат, лепешку и блогера, ссылочка на донейшн в описании к этому видео. Желаю вам всего хорошего, успехов и до скорой встречи. Пока-пока.